Всем привет! Меня зовут Оксана и я снимаю только начиная свое видео. Расскажите, как вам качество картинки, звука и так далее, потому что снимаю на ноутбук. Дело в том, что я начала снимать на целый фотоаппарат и он у меня сел ко мне. Что, как всегда, закон по области. Я была удивлена, что мое видео о режиме сна грудничка набрало большую количество просмотров и я поняла, что эта тема интересна и хотела бы рассказать о следующем этапе моего ребенка. Это прикорм. Потому что, я думаю, много у всех свой опыт, но у меня так сложилось, что сейчас полтора года ребенку он ест с общего стола. Естественно, я готовлю что-то такое менее жирное стараюсь, более натуральные продукты. Сейчас расскажу, как мы к этому пришли. Дело в том, что ребенок у меня полностью нескольцово скармливается с трех недель и поэтому прикорм я начинала достаточно рано. Где-то с четырех месяцев. Первый, конечно же, там бабушке прессовали давать яблочные соки. Облочный сок, но я поняла, что он очень тяжелый на желудок моего ребенка и он ему не очень подходил. И опять же, поспрашивав, поинтересовавшись у своих знакомых, всем, многих посоветовали брокколи. Я начинала пюре брокколи, покупное, по чуть-чуть ребенку. Начинала с яблока, но сырое яблоко, сок сырого яблока очень тяжелый. И я нашла другой способ. Я в пароварке, соседка у меня в микроволновке пекла яблоко. И вот это яблочко такое на пару очень нравилось. Оно отделялось прям кожуром хорошо и вообще, видно, мякоть прекрасно. Не надо ничего толочь, измельчать блендер и так далее. И брокколи. Брокколи я сначала покупала, но эти баночки настолько вонючие. Ну просто, невозможно, когда разогреваешь микроволновки, становится просто неуносимый запах в квартире. И потом я попробовала настоящую брокколи брать, а также в пароварке варить. И ее там тоже в блендере измельчать. И в принципе, ребенку очень нравилось брокколи. Нравилось. Ну, в общем, как-то так. Затем мне даже давала пробу на пару картошку, мясо кролика, индюка. И выглядело это так. С утра у меня ребенок делал питание свое обычное. Потом второй прием пищи я ему пробовала давать там брокколи, либо яблочко. Он очень прям не издался небольшим количеством пюре. Он уже более такое концентрированное, что ли. И в обед опять было питание. И опять питание, питание, питание. А потом я вводила первый прием пищи. Это было питание. Потом второй прием какой-то пюрешка. Третий прием был опять питание. И четвертый прием я также вводила какое-то пюре. Затем я начала пробовать кашки. Кашки покупные. Вот эти все. На селе мне не очень нравились. Мне больше нравились хаймс. И также параллельно я разводить пробовала печенье хаймс. Где-то с 5-6 месяцев. В питании. В бутылочке на ночь. Ребенок прям конкретно наедался. В том, что печенье добавляло сытости питание. И спал гораздо крепче, лучше. И ночью я не кормила ребенка. Сам практически... Ну, с первого месяца. Первый месяц кормила. А потом я начинала приучать его не кормить ночью. Затем после вот этих пюрешек. Добавляла уже там из санкласси мяско. Картошку. Все я делала в пароварке. Там же стерилизовала бутылочки. Очень вообще супер. Такое полезное дело. Это пароварка. И я в ней бутылочки просто на ура. Включила и пошла. Никакой макипи. Не надо после этого не промывать. Ничего. То есть у меня вообще бутылочки были идеально прозрачные, чистые, без всяких-всяких налетов. И мне не приходилось там ни клин-йоршками, ничего. Умывать, вытирать и так далее. Все пара настолько хорошо очищалась, отмывалась, что вообще не требовалось никакой наполнительных ни средств химических, ничего. Иногда содой могла там что-то помыть. Что касается дальше, то каши. Вот каши прям активно вводились в рацион. И хаймс вот эти кашки очень нравилась. Гречневая именно. А потом начала уже постепенно пробовать варить переморную. Овсянку, такую обычную, друкулес. То есть я перемалывала в кофемолке и варила. Но на воде. На молоке что-то у нас как-то не очень. Мне нравились каши. Потом уже к 9 месяцам добавляла молоко. Там марнюю кашу. Или в овсянку чуть-чуть добавляла молока. Молоко мы не пили очень долго. Мы пробовали несколько попыток. Оно прям ну никак. Плохо усваивалось ребенком. И я прекращала и не давала его. Сначала пробовала молоко раз в день. И после этого у нас был жидкий стол. Рекомендую стоп-диар. Хорошее средство. И питание постепенно уходило. И осталось только прием питания утром и вечером. И после года как-то ребенок начал нормально воспринимать. Молоко. Сначала я допустим утром молоко на ночь питания. Потом уже и молоко давала и утром и вечером. Сейчас мы кипятим молоко. Покупаем и утром и вечером прием пищу у нас молоко. А среди дня в обед это обычно какой-то суп или борщ. Также борщ я давала ребенку на воде. Варила тоже месяцев 6 буквально. Овощной. Если бы была у меня какая-то крученная печеночка или кролик. Я добавляла туда борщ. После года вообще практически все нормально пищу. На месном бульоне. Но на говяжьем в основном я варю борщ и супы. И ребенку нормально у нас понимает. Парается все хорошо. Нет ни лишнего веса, ни худобы излишней. То есть все нормально. Ребенку хватает. Он еще любит сейчас сырые яблоки. Хурма вот пошел он распробовал. Гранат даже. То есть можно все пробовать. Если нет аллергии, то только вперед. Даже чеснок даю. Чеснока давки. И добавляю прям борщ. Я натираю хлеб чесноком во время вот этих всех болезней осенних. Очень хорошо укрепляет иммунитет и убивает вирусы. Вот. В принципе вот где-то год и два месяца мы прекратили пить полностью питание. И перешли уже на молочко и на обычные продукты. Вот всеобще. Конечно я стараюсь давать более такие деревенские, натуральные продукты. Творог не сразу вошел в наш рацион. Я покупала только детские порошки. Выбирала на умение жирности, которые. И потом я начала пробовала творог. В блендере измельчала натуральные, деревенские. С какими-то фруктами, ягодами. Но не нравилось ему. Вот эти крупинки как-то вообще его прям не впечатляли. Но сейчас постепенно я выбираю мягкий творог. И он начал тоже потихонечку есть. Не скажу, что он прям любимое блюдо. Но тем не менее, это тоже в его рационе. Конечно трудно придумать рацион ребенку каждый день. Нужно 4 раза ребенка кормить разными блюдами. Потому что он всегда помогает иногда печенье, компот. С какими-то фруктами там. Он очень любит фрукты из компота. Фрукты замороженные я достаю из морозилки. И тоже он любит очень сливы. Ну конечно тоже заупотреблять нельзя. И опять же по той же причине, что может быть жидкий стол. Но тем не менее, вот фрукты, овощи все равно ребенка стараюсь пичкать. Эти витамины. Никаких дополнительных витаминов я сейчас не даю. Ну, не иммуналы никакие, ничего. Стараюсь, чтобы ребенок все получал из продукта питания. Если есть какие-то вопросы, пишите. Я с удовольствием отвечу. Всего доброго. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте классы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok